Почему генерал Власов считал Сталина предателем? Находясь в немецком плену, Власов услышал о том, что Сталин объявил его изменником. А его реакции на эту новость известны со слов окружения. Нет, вы только подумайте, как ценят людей в советской стране. Не за грош заслуги. Десятки лет непорочной службы, а после пленения, в котором я совершенно не виновен и об обстоятельствах которого я готов отчитаться, «Меня поторопились произвести в изменнике». «У нас все возможно, а уж врагом народа объявить могут и деревянный столб», заявил генерал-лейтенант. Какие же основания для подобного мнения были у Власова? Военачальник действительно служил десятки лет, но стремительную карьеру сделал уже во время Великой Отечественной войны. После битвы за Москву, когда Власов сформировал победоносную 20-ю армию, его имя получило широкую известность. У него брали интервью иностранные корреспонденты. Историки полагают, что на короткий период Андрей Власов стал одним из любимых командиров Сталина. Свою близость к Ставке и 70-минутную аудиенцию у хозяина, так Власов называл Сталина в переписке с любовницей. Будущий командующий РОО, запрещенная организация ВРФ, расценил как признак доверия к себе, забыв, что для вождя народов обычным делом было менять соратников. Незаменимых у нас нет, хотя Сталин и не говорил этой фразы дословно, она вполне точно отражала его образ действий. Если под Москвой генерал-лейтенанту Власову довелось вкусить успех, то руководство 2-й ударной армии было заведомо провальным делом. К тому времени, когда в апреле 1942 года Власов принял командование, армия в результате неудачной Любанской наступательной операции на Волховском фронте была уже почти полностью окружена. Вплоть до июня Власов пытался вывести солдат из окружения, однако безуспешно. В открытом письме «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом», которая распространялась немцами среди русских, Власов обвиняет сталинскую клику в безответственном управлении армией. Пожалуй, нигде так не сказалось пренебрежение Сталина к жизни русских людей, как на практике 2-й ударной армии. Управление этой армией было централизовано и сосредоточено в руках главного штаба. О ее действительном положении никто не знал и им не интересовался. Меньше чем больше чем армия была обречена на верную гибель, утверждал военачальник. Красноармейцы оказались зажаты в лесах и болотах, а их питание было сокращено до 50 граммов сухарей, из-за чего солдатам приходилось есть конину. Вместе с умирающими от голода бойцами Власов выживал в течение месяца. Не исключено, что в Ставке понадеялись на полководческий талант командующего. Однако мог ли даже гениальный стратег вытащить из плачевного положения окруженную армию? Другая вероятная мотивация Сталина, отправившего Власова на опаснейший участок, желание расправиться с возможным будущим любимцем армии. Сравнивая себя с генералом Самсоновым, оказавшимся в подобном положении в годы Первой мировой войны, Власов говорил, что в отличие от Самсонова, у него не было ничего, ради чего стоило бы покончить с собой. Если Сталин и рассчитывал на самоубийство Власова, то явно просчитался. Власов счел слишком опасным и тот путь, по которому многие бойцы его армии пытались прорваться к своим, через узкий коридор. А возможно, он просто знал, что в Москве его ждет в лучшем случае понижение в должности, в худшем, суд и расстрел за неудачную операцию.